Я сегодня сдал экзамен по электробезопасности на четвертую группу. Раньше у меня была третья группа, сейчас нужно было для организации сдать на четвертую. Все бы ничего, но только постоянный цейтнот, домашние дела, производственные задачи не давали как надо подготовиться. И с первого раза экзамен я не сдал, я его завалил. Экзамен сдается в Ростехнадзоре, в территориальном управлении. Что представляет собой экзамен? Это вот билеты, 21 страница, 7 тем, 333 вопроса. У меня были билеты уже с ответами, то есть читаем вопрос и сразу на него ответ. Я примерно два или три раза все эти билеты прочитал, вопрос тоже прочитал, но первый экзамен завалил. В чем моя была ошибка, когда я готовился первый раз? Мы видим вопрос и видим ответ, но не видим вариантов неправильных ответов. Очень часто, когда есть варианты неправильных ответов, правильный ответ выбрать намного проще. Ко второму экзамену я готовился уже по-другому. Нам прислали ссылку на некий портал, где можно было пройти пробный экзамен. То есть там освещены все эти 7 тем. Проходной балл 80%, то есть 10 вопросов задается, ты должен ответить как минимум правильно на 8. После этого выдается группа допуска. Что собой представляет пробный экзамен? Сейчас я покажу. Мы заходим на портал, выбираем пробный экзамен. Далее можно увидеть здесь мои попытки, то есть сколько я раз, на сколько процентов сдал или не сдал. Потом мы проваливаемся в сам экзамен, Экзамен начинается с вопроса. В Ростехнадзоре будет точно так же. Вопросы все на компьютере, ответы тоже на компьютере. Выдается перед сдачей логин-пароль. Ты заходишь под этим логином-паролем и понеслась все, ты отвечаешь. Здесь точно так же. 10 вопросов, варианты ответов, выбор и поехали. На самом деле ничего сложного нет. И когда ты пробегаешь 20 раз пробник, у тебя больше информации откладывается, чем если просто листать эти вопросы и ответы. Некоторые варианты ответов проще запомнить визуально, видя неправильные варианты. Это я тоже уяснил. Ссылку на портал я на всякий случай оставлю. Если кому-то нужен будет логин и пароль, пишите в комментариях, пишите в личку. Я попытаюсь каким-то образом отправить. Ну и соответственно вы лучше подготовитесь и с большей вероятностью сможете сдать. Возможности посмотреть что-то где-то в телефоне, где-то что-то подписать, подсмотреть. Может быть кто-то подскажет. Нет. Очень строго в Ростехнадзоре следят сотрудники за чистотой экзамена. Любая коррупционная составляющая исключена. Любые подсказки исключены. Если там человек не прислушивается к замечаниям, его просто дисквалифицируют до следующего раза. Следующая передача через месяц. Поэтому не стоит этим пренебрегать. Им лучше хорошо подготовиться. И подготовиться именно по системе. Прочитал все вопросы и правильные ответы. И потом начал гонять пробник. Пробный вариант экзамена. Все вопросы, которые есть в пробном варианте экзамена, они же есть и на сайте, на портале, где сдается реальный экзамен в Ростехнадзоре. То есть все идентично. Единственное, чего я хотел бы предостеречь, это не стоит полагаться только на пробник. Все-таки вопросы и правильные варианты ответов надо хотя бы один раз прочитать. Потому что в пробном экзамене удастся не все вопросы прорешать. Даже вот я 25 раз пробовал по 10 вопросов. Ну, грубо говоря, 250. Но там вопросы некоторые повторялись в экзамене. И поэтому не удается все вопросы проработать. Или нужно пробник задавать там раз 40-50. Тогда, возможно, удастся именно все вопросы простудировать. Собственно говоря, все. Вот такой лайфхак. Желаю всем удачной сдачи, подтверждения, либо повышения своих групп по электробезопасности. И пребудет с вами сила тока.